Сейчас мы перенесемся на 20 лет назад, в то время, когда еще не было смартфонов и компьютеры только-только появлялись у людей в их домах. Это обзор старого 22-летнего ПК 1998 года выпуска на Windows 98. Поехали. Модель называется HP Vectra VL. В то время так называлась линейка бизнес-ориентированных персональных компьютеров Hewlett-Packard. Начнем со сборки. Просто угадайте, что у меня сейчас находится в руках. Напишите в комментариях, перед тем, как смотреть дальше. Вы не поверите, но это процессор Intel Pentium 2 с частотой 400 МГц. Одни из первых процессоров Intel шли в виде картриджа. Слот, в который втыкается этот процессор, называется Slot 1. Картридж идет сразу с радиатором. В принципе, это, конечно, все снимается. Под ним находится сам процессор и нанесенная термопаста. Одно ядро, один поток, тепловыделение 24 Вт. Можно сказать, ему даже охлаждение не нужно. Критическая температура 80 градусов. На современных процессорах это значение равно 100 градусам. Идем далее. Это оперативная память Infineon. Или Infineon. Две планки по 128 МБ с частотой 100 МГц. Выглядит таким вот образом. Причем, самое интересное, что если мы взглянем на этикетку, одна оперативка собрана в Италии, другая собрана в Малайзии. Хоть они абсолютно идентичны. Ну и далее у нас идет материнская плата под названием KZM6120 на чипсете Intel 440ZX. Без понятия, кто тут производитель, потому что тут тупо ничего не указано. Скорее всего, это просто делалось на заказ компании Hewlett Packard. Вот здесь у нас идет еще дополнительная плата, куда можно будет подключить устройство PCI. Это так называемый слот 1 для установки процессора Pentium 2. То есть тупо никакого сокета нет. Вы спросите, а где у нас находится видеокарта? Все просто. Видео у нас встроенное. Вот он, чип МГА, про который я расскажу чуть позже. Что удивило меня больше всего, так это то, что вот эта батарейка BIOS, она до сих пор заряжена. Учитывая, что данному компьютеру 21 год, возможно ли это? Как говорят, конечно, кто-то мог ее заменить. Напишите в комментариях, может ли данная батарейка прослужить 21 год, по вашему мнению. Либо вы сталкивались уже с таким вопросом. На материнке еще имеются вот такие вот интересные переключатели. С помощью данных переключателей можно сбрасывать BIOS по умолчанию. Также восстанавливать его из сохраненного файла, если у вас вдруг с ним что-то случилось. Изменять частоту процессора. Ну и там еще какие-то дополнительные опции. Здесь у нас расположен вентилятор, который дополнительно будет охлаждать процессор. Сюда мы можем установить модем, либо сетевую карту и даже видеокарту. Сюда устанавливается сетером и получается вот с другой стороны, вот здесь, будет стоять жесткий диск. Сборку, естественно, я покажу. На этой материнке можно даже разогнать наш процессор. Модель видеокарты называется Matrix MGA-G200 с 8 МБ SD-RAM видеопамяти. У нее есть поддержка 32 бит в 3D. Что касается разъемов на материнской плате, у нас есть 2 USB порта версии 1.1, у которых максимальная скорость составляет до 12 Мбит в секунду. Далее идет стандартный VGA разъем, сетевая карта со скоростью 10 Мбит в секунду и стандартные аудиоразъемы. Ну и конечно на самом компьютере присутствует CD-ROM. Еще шел floppy диск в комплекте, но найти я его, к сожалению, не смог. Да и он нам в принципе не нужен, потому что дискет у меня вообще никаких не осталось, да и где их сейчас можно найти. В 1998 году данный компьютер стоил порядка 1000 баксов. Идем далее. Что же такое у меня сейчас в руках, в таких небольших размерах? А это просто блок питания на 90 Вт. Так как корпус у нас не башня, у нас тут очень короткий системный провод, питающий плату. И разъем Molex и питание для кулера. Вот такой вот миниатюрный блок питания. Ему тоже 21 год и он в принципе очень исправно работает. Производитель Delta Electronics собран в Китае. Идем далее. Это старый жесткий диск Seagate Barracuda. Раньше качество жестких дисков было совершенно другое. Служат они очень-очень долго. Размер диска составляет 40 ГБ. Что по тем временам было очень даже так вполне неплохо. То же самое, что наверное сегодня у вас жесткий диск на 3 и больше терабайта. Он ни капли не заржавел. Все цело, даже наклейки не повредились. Тут также есть инструкция, где показано, как правильно ставить перемычки для ограничения скорости работы жесткого диска. Если вы помните, то на старых компьютерах при подключении, к примеру, двух CD-ROM и жесткого диска в режиме Master, они постоянно конфликтовали. И что-то им могло не работать. Поэтому здесь есть инструкция, как правильно поставить перемычку, чтобы изменить режим работы жесткого диска. Вот перемычки. Ясно понятно, старый разъем ATA, на смену которого он пришел, маленький SATA. И тоже старый разъем питания Molex. Идем дальше. Это CD-ROM со скоростью 24x. Как вы можете видеть, тоже производство 1999 года. Производитель Tiag. И да, спустя 21 год данный CD-ROM отлично функционирует. Ну и последнее, что у нас шло в комплекте, это внешняя сетевая карта на, если я не ошибаюсь, 10 Мбит в секунду. От производителя Realtek. Тут, к сожалению, нигде даже модель не написана. Только серийный номер. Но, я думаю, вот по этому названию все-таки можно найти на нее драйвера. Естественно, для Windows 98. Что у нас есть из периферии? Монитор с плоским экраном Samtron 78DF от компании Samsung. Да, под этим брендом Samsung производил тогда мониторы. Диагональ 17 дюймов. Максимальное разрешение 1280 на 1024 с частотой 65 Гц. Тип подключения VGA. Монитор где-то 2004 года выпуска. Он самый молодой в этой сборке. Основное отличие от мониторов 98 года это наличие плоского экрана. Это клавиатура примерно 2000 года. Genius. Вы можете видеть, что со старым значком. Это именно та клавиатура, на которой я играл в 6 лет. Она была очень грязная. И вот, как вы можете видеть на экране, столько грязи я из нее вычистил. Сейчас все, в принципе, идеально. У нас даже тут ничего не стерлось. Все нормально. Обычная классическая мембранная клавиатура конца 90-х годов. Ну, естественно. Сфокусируй, сфокусируй. Подключается она через разъем PC пополам. Да, чуть не сбыл. Конечно, у нас тут есть еще эти ножки. К сожалению, подставка для рук у нас не сохранилась. Но ее сюда тоже можно было вставить. Идем дальше. Клавиша это тоже доисторическая древняя 20-летняя мышь. Причем еще шариковая. Мне ее любезно предоставил Сережа. Поэтому обязательно подпишитесь на его канал. Там видео схожей тематики. Он начал совсем недавно. Видео очень интересное. И ему не хватает тысячи подписчиков для подключения к монетизации. То есть, никакой оптики. Шариковая мышка. Две клавиши. Тоже производитель Genius. В общем, по старому логотипу можно определить дату выпуска этой мышки. Как она подключается? Она подключается через вот такой вот разъем. Кого были старые компьютеры, возможно, он даже не застал этот разъем. Этот разъем называется COM. Вот там, как вы можете видеть, несколько контактов. Надеюсь, Windows 98 у нас автоматически на него драйвера установят. В то время, кстати, еще приходилось постоянно чистить это колесо. Иначе вы просто не смогли бы нормально пользоваться мышкой. Ну а сейчас переходим непосредственно к самой сборке. Так, ну что, ребята, 20-летний ПК собран. Как вы можете видеть, все находится в достаточно хорошем состоянии. Клавиатуру я все вычистил, сам компьютер, монитор. Все чистенько, выглядит как новое. Единственный вопрос, который меня мучил все это долгое время, почему они начинают желтеть? С чем это связано? С каким-то покрытием или просто пластик стареет? Тут еще можете видеть, что тут просто есть какая-то линия. То есть, как будто какое-то вообще напыление. То есть, тут все белое, тут почему-то немножко желтое. Что вы об этом думаете? Напишите в комментариях. Ну и плюс ко всему, я еще нашел доисторический коврик где-то примерно 2000 года, на котором изображена очень похожая мышь. Возможно, это она и есть, кто его знает. Ну и, конечно, для полного эффекта я еще нашел у себя дома доисторический стул примерно 1980 года, на котором приходилось сидеть в домашних условиях. Сразу скажу, что больше 40 минут на нем просидеть невозможно. Сразу начинает ломить спину. Ну а вот такие классные уже кресла появились, естественно, не в 1998 году. Давайте же его наконец-то включим. Там, ***, питание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раньше, 20 лет назад, было очень приятно слушать этот звук приветствия при включении компьютера. Сейчас, к сожалению, такого уже нет. Как вы можете видеть, я на столе собрал все те игрушки, в которые я играл в детстве. Какие-то из этих игр вам уже знакомы, либо вы застали их продолжение. Остальные, скорее всего, вы будете видеть в первый раз. Что касается оформления. Здесь у нас можно перемещать значки в любое положение. И для того, чтобы их выровнять, нужно нажать правую кнопку и нажать «Выстроить значки». В принципе, данная функция есть и на остальных версиях Windows. По умолчанию просто она выключена. Тот же самый привычный проводник с кнопками назад. Ну и так далее. Свойства моего компьютера нам показывают только оперативную память. Процессор тут не указан. Здесь у нас всего 4 вкладки. Это основная информация. Далее идет у нас диспетчер устройств. В котором вряд ли получится получить драйверы через интернет, как вы привыкли на Windows 10. Здесь есть автоматический режим, когда он ищет на компьютере драйвера, либо вручную. Ну, практически все то же самое, что и на Windows 10, только без скачивания драйверов с интернет. К счастью, мне удалось найти на этот компьютер в интернете родные драйвера. Ну и установить самое необходимое для того, чтобы у нас было изображение, запускались игры, был звук, ну и работала мышка. Здесь, в принципе, не хватает только драйвера на дискретную сетевую карту. Следующая вкладочка – это у нас какие-то тут профили оборудования. Есть также вкладочка «Быстродействие». Здесь у нас какие-то настройки файловой системы. И даже на Windows 98 у нас есть файлы подкачки. Вот здесь можно их выставить. Я выставил 4 ГБ, учитывая, что у нас объем оперативной памяти всего 256 МБ. На панели сдачи у нас, в принципе, все то же самое. Даже есть кнопка «Свернуть все окна». Ее также можно настроить. Однако почему-то тут у нас до сих пор остался английский язык, хоть и версия Windows 98 русская. Кнопка «Пуск» в основном отличается, конечно, только оформлением. Все те же самые функции «Выключить», «Выйти», «Запустить команду», «Помощь», «Поиск», «Настройки», «Панель управления», «Документы», «Программы». Панель управления выполнена у нас не в виде категории, как это на Windows 7, Windows 8 и Windows 10, а просто показаны значки. Тут у нас установка оборудования, свойства моего компьютера, настройки даты времени, язык. Все же самые привычные настройки мыши. Давайте изменим указатель. А у нас тут всего два выбора. Даже черного цвета мышку нельзя сделать. Ну ладно. Управление учетными записями, все остальное, я думаю, вам тоже известно. Ну и, конечно, это подключение уже к интернету. Обычно такое окно в новой винде показывается, если вы выбираете свойства адаптера. Здесь можно настроить IP-адрес. Ну и, конечно, сейчас я обязательно подключусь к интернету, потому что там есть разъем LAN. Ну, сейчас я отвечу на вопрос, который волнует многих. А зайдет ли у нас вообще в интернет? Я подключил интернет через роутер. Вот вы сейчас можете видеть на экране, протянув LAN кабель в разъем, который есть на данном компьютере. К сожалению, тут не смог найти статистику принятых байтов, ну, количество скачанной информации. Здесь у нас есть только информация о том, что у нас адаптер это 10 либо 100 мегабит в секунду. Но именно встроенный адаптер имеет здесь только 10 мегабит. То есть скорость у нас совсем небольшая. Ну, наверное, для тех времен это было вполне нормально. Ведь там какой-то файл мог качаться от 2 до 4 часов. На тот момент у нас уже была Mozilla Firefox. Через интернет-эксплорер тут ничего никуда не заходит. Все лагает, тормозит, пишет какие-то ошибки. Единственная версия Mozilla Firefox, которую тут удалось установить, это версия 2, по всей видимости, на немецком либо нидерландском языке. Так, ну давайте для начала пробуем зайти на Google. Ого! Мы смогли зайти. Так, допустим, давайте напишем что-нибудь. iPhone. Пробуем зайти на сайт Apple. Ну, какой-то текст у нас прогрузился. Ну, даже картинки, смотрите. Вот у нас 10 iPhone. Окей, а зайдет ли на официальный сайт Microsoft? Ну, смотрите, зайти-то заходит, даже прогружает картинки. Удивительно. Пускай не в том виде, в котором, конечно, это все должно быть, но все же. Давайте пробуем зайти в ВК. Вот, пошли уже какие-то ошибки. Еле-еле, но зашло. И смотрите, смотрите, удивительно. Самое удивительное. Я ввел туда логин и пароль. И как вы можете видеть, я зашел на свою страничку ВКонтакте. Так, а удастся ли нам прочитать сообщение? Идет загрузка. И смотрите, у нас прогрузились сообщения. Неужели я смогу написать с 20-летнего компьютера кому-нибудь ВКонтакте? Давайте попробуем. Кликаю на сообщение. Увы, но у нас все зависло. Попробуем открыть диспетчер устройств, который выглядит, кстати, вот таким вот образом. Где у нас просто можно тупо завершить задачу. Жмем завершить задачу. Надеюсь, мы не улетим в синий экран с меткой. Ну, давайте еще попробуем зайти на YouTube. Вдруг получится воспроизвести какое-нибудь видео. Но, увы, на YouTube тоже заходит с большими трудностями. До этого я туда заходил. Там показывало, что просто ваш браузер не поддерживается. Но теперь тупо нет никакого изображения. Я пробовал перекачать сюда файлы. У меня получилось их скачать только с файла обменника. Пробовал я всего 7 файлов обменников. Получилось только на одно. Ну, получается, хоть какой-то интернет, но есть. В 2000 году мало у кого дома был собственный компьютер. Поэтому было два варианта. Пойти в игровой клуб, где один час игры стоил 20 рублей. Либо пойти к другу, у которого есть компьютер. Сейчас я расскажу про те самые старые игры, в которые мы рубились в детстве. И запущу их на старом ПК. Точно так же, как это было 20 лет назад. Ну, первая игра Warms Armageddon. На тот момент у меня уже стояла Windows XP. Но я так сильно хотел поиграть в эту игру, что мне пришлось для этого переустановить Windows. Потому что, как вы можете видеть, здесь написано. Внимание, игра несовместима с Windows XP. И получается, когда мне было 10 лет, или 12, я вычитал в каком-то учебнике, как можно переустановить Windows. Мне нужно было сделать даунгрейд на Windows 98, либо Millennium. И у меня это получилось. Внутри у нас реклама игрового журнала «Страна игр». И получается непосредственно сам диск. Командер Кин. Первая игра, разработанная ID Software, которая вышла 14 декабря 1990 года. Главный герой должен защитить Землю от нападений инопланетян, уничтожая монстров. На уровнях имеются предметы, которые дают очки, при достижении определенного количества которых игроку дается дополнительная жизнь. Предметы исполнены в виде пепси-колы, кусочков пиццы и так далее. В самой игре много секретов, до которых трудно добраться. Также есть секретный уровень. Всего существует 6 частей данной игры. Наиболее популярная из них это четвертая часть «Commander Кин. Secret of Oracle». Чтобы завершить игру, нужно найти всех оракулов. В ней также есть секретный уровень. Для того, чтобы на него попасть, нужно собрать всех червяков в определенном месте. Тогда появится нога, которую унесет игрока в секретную локацию. Недавно на E3 была анонсирована новая версия игры в серии, которая получила то же самое название «Commander Кин». Игра не имеет ничего общего с оригинальными частями, поэтому на нее обрушилась волна хейта в интернете. Doom. Шутер от первого лица, который определил дальнейшее развитие этого жанра. Уровни содержат большое количество секретов. Некоторые из них вы сейчас можете наблюдать на своем экране. Кстати, последний из которых игрокам удалось открыть только спустя 24 года после выхода игры. Blood. Субтитры создавал DimaTorzok Один из самых недооцененных шутеров от первого лица, вышедший 21 мая 1997 года. Сюжет игры разворачивается в измененном мире, альтернативная история, примерно 1928 года, где главному игроку предстоит сражаться с культистами, зомбаками, горгулями, псами ада, призраком смерти с косой, пауками, подводными тварями и даже рукой из семейки Адамс. В игре гигантский набор оружия с альтернативным режимом стрельбы. В игре очень хорошо продумана механика взрывов. При использовании динамита, например, враги разлетаются в разные стороны. И чем ближе они находятся к эпицентру взрыва, тем больше урона им наносится. В оригинальной игре всего 4 главы, где на конечном уровне вас поджидает босс. На одном из уровней каждой главы есть дополнительный секретный уровень, на который можно попасть, отыскав секретную комнату. Помимо всего этого, игра просто напичкана большим количеством пасхалок, отсылок к большому количеству разных фильмов ужасов, секретов и так называемых супер секретов, которые очень трудно найти на карте. Вот один из них. Для того, чтобы на него попасть, нужно тупо запрыгнуть в стену. Сегодня игра подобного рода вряд ли бы вышла, я думаю из-за цензуры. Если интересно посмотреть подробный обзор данной игры, можете глянуть его на моем игровом канале. Ссылочка будет в описании. Лайенс или шарики. Логическая игра, целью которой является не допустить заполнение всех клеток шариками. Нужно выставить 5 или более шаров одного цвета по вертикали, либо по горизонтали, тогда они исчезнут. Каждый ход добавляется 3 новых шарика. Даже сегодня, проведя за игрой 4 часа, я не смог набрать больше очков, чем разработчик игры. Разработчиками, кстати, являются русские программисты. Игра 1992 года выпуска. В эту игру обычно рубились взрослые. Еретик. Одна из игр, выпущенных IDE Software. Основанная на усовершенствованном движке от Doom, игра стала одной из первых с возможностью использования носимых с собой вещей, а также позволяющая игроку не только поворачиваться направо и налево, но и смотреть вверх и вниз. GTA 2. Субтитры сделал DimaTorzok Это то, с чего начинались серии игр Grand Theft Auto. Никакого 3D тут нет, только вид сверху. Играя в нее, трудно было представить, что сегодня это будет выглядеть вот так. Герой 3 Герой 3 Каждый монстр обладает способностями, которые ему свойственны. К примеру, магия снижает стоимость заклинаний. Или гидры, которые атакуют всех вокруг. Нереальный саундтрек, подобный которому вы вряд ли встретите в другой игре. Автором этого саундтрека является Пол Ромер. И вы не поверите, он ездит по разным странам и проводит там концерт. А если хотите посмотреть полную версию, я оставлю ссылочку в описании. Чуть не забыл про Герой 3 во имя богов. Обычные герои были настолько популярны в мире, что фанаты разработали модифицированную версию Героев 3, которую все-таки выпустила та же компания Фридио. Единственный недостаток в игре это большое количество багов. Принцов Персия Управление в ней это просто какая-то жесть. В детстве мы не один день пытались запрыгнуть на эту лодку в начале игры. Мне было всего 6 лет и спустя 22 года мне наконец-то удалось это сделать. Нужно всего лишь было зажать левый shift. Следующий играет легендарный Макс Пейн. Тоже официальная версия на русском языке. Тоже официальная версия на русском языке. Та самая игра, которая создавалась, чтобы воздействовать на вашу душу, а не на ваш кошелек. Дизайн и сценарий игры в жанре нуар, нереальный саундтрек, диалоги выполнены в виде комиксов, геймплей как боевик 80-х, ну и конечно же эффект замедления как в фильме Матрица, который впервые был применен именно в этой игре. К сожалению на данном ПК не удалось его запустить, открывается только трейлер. Какая-то там несовместимость с DirectX. Quake 3 Arena. Это первая игра, в которую я играл онлайн. Дата выхода декабрь 1999 года. Разработана IDE Software. Я играл в Quack через модем с помегабайтной тарификацией. Потому что тогда подключить выделенную линию святой парой стоило аж 5000 рублей. Quake 3 настолько понравилась игрокам, что было выпущено несколько популярных модификаций. Это CPMA, OSP и Excessive Plus. Мне больше понравился Excessive Plus, который периодически играют до сих пор. Чуть не забыл про лучшую игру за всю историю. Это Half-Life. Систентное требование Half-Life это 16 мегабайт видео. Здесь стоит видеокарта на 8 мегабайт. Посмотрим что будет. Продолжение следует... Ну, более-менее, в принципе, играть можно. Как так-то? В те времена это было что-то с чем-то. Я купил эту игру в 12 лет и просидел за компом почти до утра. Настолько было интересно в нее играть. Разработчики постарались над всем. Над графикой, саундтреком, геймплеем и над искусственным интеллектом, который продуман до мелочей. В самой игре враги реагируют на запах и слух. Например, Буллсквит, это такая тварь, которая плюется, идет на запах останков врагов, а потом их съедает. Десант может реагировать на звук и бежать в укрытие. Если интересно узнать, какие еще фишки и пасхалки есть в Half-Life, можете глянуть ролик на моем игровом канале, который выйдет чуть позже. Ссылочку я оставлю в описании. Здесь у нас такой вот стикер. Последняя игра, которая у меня сохранилась, это Steve's Deadly Shadows. И у нас тут товарный чек, с помощью которого можно было менять игрушки где-то за 20 рублей. К примеру, купили игру за 160 рублей, платить 20 рублей, вам дают просто любую другую игру. Естественно, они проверяют, поцарапали ли вы диск. Если все в порядке, то заменят без проблем. Если он уже царапанный, то скорее всего этот диск уже сохранится у вас. Конечно, были и другие игры, которых просто гигантское количество. Основная проблема была в их доступности. Игры передавали друг другу на дисках, либо покупали новые в местных магазинах. На диске была обложка и описание игры со скриншотами. Геймплей, конечно же, никто не показывал. Ютуба-то тогда еще не было. Поэтому хорошая игра или плохая, вы могли узнать лишь только после покупки. Посмотрите еще на эту фотографию, какая разница между новым и старым ПК. Я обязательно сделаю подробные видео, где расскажу, что поменялось за 20 лет. Ссылочку также потом оставлю в описании. Увы, но первое впечатление от компьютера сегодня ничем уже не заменить. И оно всегда останется в нашей памяти. На этом все. Напишите в комментариях модель своего первого компьютера и название игр, в которое вы на нем играли. Если кто-то хочет приобрести данный полностью исправный ПК, только без монитора, клавиатуры и мыши, ссылку на Vita я оставлю в описании. Если видео понравилось, обязательно поставьте лайк. В любом случае подпишитесь на канал. Всего доброго. Пока.